Да, все хорошо видно. Вот, отлично. Я тут занимаюсь проповедь, готовлю. Попросили о воле сказать. Три воли. Божественная, человеческая и дьявольская. Как это будет выглядеть. Так. Добрый день. Добрый день, Игнат Тихонович. Я хотел с вами... Все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Слушаю. Игнат Тихонович, вот вы сбрасывали ролик. Там какой-то из Нью-Йорка или из Америки. Ну, я не знаю, из какого города. Человек, ну, в такой одежде у него, такая странная одежда. Он бритый. Ну, видно, человек верующий. То ли он баптист, то ли, может быть, какой-то мессианский иудей или еще кто-то. Описывает сегодняшнюю ситуацию всю. Которую происходит вот с этой пандемией. Он, ну, вот с этой вакцинацией. Он это все описывает по Библии. И потом читает какие-то пророчества. Ну, как он говорит, что это пророчества. Ну, и которые мы видим вообще сходятся. Ну, как бы, вот как мы считаем, так и он и говорит, собственно говоря. Но я тут сбросил всем, кому можно. И тут мне посыпались отзывы, от православных особенно. Что это еретик, как вы его слушаете. Что вы, как Игнатий Тихонович мог его посоветовать. Ну, я вот сейчас на вас выхожу, чтобы вы какой-то комментарий дали по этому поводу. Почему мы другим рассылаем этот ролик? Ну, и чем он полезен? Ролик показать можете? Чтоб там еще он не говорил, а просто показать его картинку. Ну, да, я могу, да, да, да. Чтобы вы не знали о чем. Ну, показать, ну, вверху, как там бывает, как найти его. Сразу мы застолбим место. Да, сейчас покажем. Так. Так, 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 история. Вот, а вот он. Вот этот человек. Ну, все, можно остановить его, чтобы нам не привязали, что мы его берем или что-то. Просто показать, где и как. Как его звать, узнали? Нет, даже не знаю, как его звать. Его называют Виталием, то есть, так я понял. Ага. Ну, главное, что у него есть канал. И на канале по разным темам плейлисты разложены. Это первое. Все не в углу, не скрывается, говорит открыто. И говорит о важных делах. И говорит о том, что верующие ничего не должны бояться. Но он наклоняет головы и считает. Ну, ладно, что, если ты Писание знаешь. Он считает не Писание, а толкование. Хорошие, там места есть такое, что больше надо молиться, что были ночные молитвы. Но неизвестно, кто он такой. Это вы правильно сказали. Похоже на мессианского. Вот это, что у него кипа сверху. И какая форма одета. Но почему он без бороды? Вот это сразу настораживает. И видно, что гладко выбритый не евнух, а скоблец. Я прослушал. Я сразу отвечаю тем, которые говорят, да, он не православный, по всем меркам он еретик. Раз он не в церкви. Так можно понять. Я не утверждаю это, но согласно того, как он ведет, как одетый, это не католик, это не Григория Нормянец, не кто-то, не сирийцы. Это их трудно определить. Вот этот, там, когда поет, ходит Симон по горам, Харольский. Его тоже, сколько я не спрашивал, так и никак. Все, остановите, чтобы нам не придрались уже. Понятно. Там у него не закрыто. Можно давать комментарии. И он говорит, что говорящих там худое он удаляет. Это мне понравилось, что он бодрствует над тем, что есть здесь. Я отвечаю для тех, которые говорят, если он еретик, а почему-то доберете от него? Ну, хорошее. Вот недавно тут было, там об одном, я не знаю, когда-то, не истории какой-то он говорит, или Нестор, что мы должны не просто так, а еретикой загнали его. Нет, дело сложнее намного. Я вот когда вел занятия в университетах, а люди-то приходили разные-разные, и еретики всех, и даже русские были, священники, архиереи были. Один раз я в Москву приехал, за ночь три архиерея пришли тайно, чтобы поговорить, узнать, как отвечать. Это я все скрываю, теперь можно сказать, ну, кто-то умер, кто-то что-то. И вот здесь, с ним можно было бы поговорить, вывести его, но я ему скинул свои ресурсы, чтобы он понимал, что это не игра какая-то, и ничего не написал, кроме указал свои ресурсы. Можно подождать было. Вот. И поэтому, когда мне приходили на занятиях люди, вот поступает записка, а как вы считаете, баптист имеет Духа Святого или нет? У-у-у, какой вопрос. Вопрос невидимый, и отвечать его непросто, взять на себя какую-то миссию. Я могу только ссылаться на моего Спасителя Иисуса Христа. Я открываю Библию, не открываю, так на память говорю, называю место, где открыть. Смотрите, кто-никто не может назвать Иисуса, Господом, как только Духом Святым. А баптисты тут сидят, я знаю, что они пришли. Большая аудитория, вначале в актом зале было, там 700 тысяч человек было. А постепенно вот так все сузилось, и... Ну и что? Они Иисуса признаете? Признаете Господом, что Он Господь, сотворивший небо и землю, что это не Иса пророк? Да, признаем. Вот так. Теперь я должен сказать, они не признают, то есть восстать против того, что сказал Павел. А Павел говорит, я думаю, что имею Духа. Он даже прямо об этом говорит. А церковь установила, что это священное писание называется, и дальше называется Библия Словом Божьим. То есть я восстаю не против апостола Павла, бывшего убийцы, гонителя Церкви Божьей. Я восстаю против Бога, против Духа Святого, как только Духом Святым. Им кто открыл это? А баптисты тут сидят, нам Дух Божий открыл это. Мне нельзя было разговаривать в университете, но только запиской. Почему у меня так много вопросов? Это мешок целый был. Из него многое сгорело. Я не смотрел. Просто я люблю составлять архивы. А вот сейчас сохранилось 4124 вопроса сохранились, которые ответят. 4 тысячи. Я здесь сразу обращаюсь к залу. Как? Имеем мы право сказать, что нет? В здравом разуме и трезвой памяти ни один не скажет. От ужаса есть священник. Да вы их признаете? А как же говорит Иларион Троицкий, что вне церкви нет спасения? Я повторяю, вне церкви нет спасения. Сейчас ведь вопрос не о церкви идет, а то, что они Иисуса признают Господом. Надо расчленить вопросы, от того отделить. Дальше я скажу, дальше наше мнение буду сказать. Но они еретики. Но вы даже выслушивать не хотите. Вот вы как раз и выглядите хуже еретиков. Еретики сидят, молчат. По нашим нормам подняли руку, чтобы ответ его дали. И иногда говорят, вот поступила записка наша первая, а отмечаете последняя. На вашу записку сверху-то положились мне переворачивать, уже неохота. Она первая оказалась внизу. На нее-то просто... Я попутно все это рассказываю, как занятия были. Так, я добиваюсь, чтобы вся аудитория, 410-я корпусовая ГТУ Барнаула, все находящиеся здесь с администрацией КГБ, все поняли, что те, кто пишут об этом, они не совсем согласны с Павлом. Я так еще отвечаю, чтобы маленько как-то и те, которые не согласны со мной, не сразу убежали отсюда. Значит, от Духа Божия это. От Духа Божия. Поэтому берем все хорошее. Самая ненавистная личность для меня за всю мировую историю, какие я знаю, это Вилл. Вилл Владимир Живич Ленин. Ульянов по закону и фамилии. И однако я у него что-то брал. Я на работу иду, два томика беру, там у него 55 что ли было. Мура! Я завышиваю, смотрю, где употребить. Мне некоторые выражения очень нравились. И я ими пользовался в радиопередачах, когда вел три радиопрограммы каждую неделю. А на меня посыпали сразу обвинения. А вы берете таких? Он самый ненавистный был для Дмитрия Смирнова, священника. Что у вас женщина была трупы по вселенной развеять, заражать космос. Вот здесь, извини, что я так это попутно кое-что говорю, может быть не представится в другой раз сказать на эту тему. И вот у этого человека, я смотрю, много хорошего. Он заботится. У меня нет основания подозревать его в фальши. Когда он говорит, итак, время такое. Мы должны проверить себя. Не нужно убрать, сжечь. Выкинуть все, что мешает. Как я могу сказать, не так, когда это так. Это я говорил многократно и всегда. Как один священник, протоиерей. Дома жена, то другое, смотрит телевизор, отвечать перед Богом будете вы, вы хозяин. Он приехал домой, телевизор взял, там жена еще кричала, он вынес. И там карьер какой-то пришел, и в карьере его кинул. Там только щепки по разным сторонам. Притом не один так был. У одной я однажды был так. Вот она, я много библиотек составлял и много ревизировал. И она пригласила уже в беседы, была к вечеру, отклоняюсь как бы, но вернусь к этому. Ну, Капитолина говорит, ну, посмотрите у меня библиотеку, я посмотрел, там столько хорошего, а она ревностная такая, прямо приняла все. Я уничтожу в себе библиотеку. Нет. Давай посмотрим. Вот это вот, это классика, прекрасная есть. Мировая литература, я называю там все, какие есть. Вот это Джека Лондона можете оставить, вот это можно оставить. Это себе. Вторая половина безразлична, можешь сдать. Вот это никому нельзя. Дидрон, Руссо, Вольтера, все такое проще, муру это. Это сжечь надо. А у нее такие статуэтки были, глиняные, пережженные, ну, где-то она брала, там, буддийские разные. А эти в комнате держать нельзя. А как? И она их сгребла, там, я не знаю, в мешок или как. Вышла, и баки стоят, она об асфальт, как начала, ночь идет, три часа ночи, такая треск стоит. Все, библиотеку готова. У меня приглашали, вот я делю на три счастья. Здесь я у него делю точно так же. То, что он когда склоняет голову, слово Божие говорит так. Нет, это не слово Божие говорит, это он напрасно сказал. Но так как он впереди считал, мы же тоже считаем святых отцов, только не надо говорить, что слово Божие, сказать, кто говорил, он не говорит, кто ему написал. Или сам он напечатал, или где-то взял. Но мысли хорошие, правильные, и воевать с ним никак нельзя. Я хочу, чтобы нам с ним встретиться. Постарайся, у тебя, брат, получится это. Сегодня я могу только одно сказать. Не воюйте с ним. Он искренний. Он говорит о важных делах. И самое важное, чтобы мы были близкие ко Христу, к Богу. Дать место Богу. У нас должна быть пятикратная молитва. Он не знает, что у нас семикратная молитва. Мы сходимся. Как я могу говорить, что это не так? И видно, что он не мусульманин. Он говорит об Иисусе Христе. Мусульманин, он бы только усы сбрил. А тут полностью. Значит, какой-то из новой секты или еретик, или он среди них даже, бывает у них тоже какие-то разделения. Вот. Вывести на него, и чтобы он вышел на наши ресурсы, и потом мы с ним побеседовали, чтобы он открыто назвался, кто он, к какому сообществу, к какой религиозной организации он относится. А бывает так, никому не относятся. Такие любят они. сами образуют что-то постепенно. Ну и тогда будете говорить, и тогда поговорим. Сегодня я не могу вот эти вопросы ответить, кто он. Ну ясно, что не православный, это определенно. Не католик. И если он даже мессианский иудей, они не трогают ни усы, ни бороду. Значит, и к ним отнести его нельзя. Я по внешности, когда я встречаюсь с кем-то, я вижу, он верующий. Начинаю беседовать, ну я такие вопросы навожу сбоку. Как у вас этот вопрос, понимаете? Я уже через минут там 25, я уже узнаю, кто он. А бывает, я не могу определить. И тогда уже спрошу, как основная организация, какая-то божья воля там или еще что-то. Такое вот. Так и с ним. Я много времени у него, тут почти, кажется, сейчас 38 минут, я истратил время, у меня и времени-то нету. Каждый новый там присылает, посмотрите, дайте рецензию на кинофильмы разные. Надо встретиться. Могу сказать, что сегодня все его, что есть, я не знаю, но потому, что он сказал, могу заключение дать, имеет страх Божий, имеет желание спастись, признает Библию, цитирует, но голову воткнет, считает, это далеко не библиейство. Ну, нет этого Библии, это я на 100% говорю. Но и осудить его нельзя, он даже что считает и говорит это правильно. Вот о чем дело-то. И поэтому мнение мое такое, усилить о нем молитву, если действительно его Виталия звать, Господь разберется. И чтобы вывести на нас, а остальное уже дело в Божьей руке. Заранее объявить, чтобы помолились о нем. Вот так пространно, много, конкретно, с желанием спасения всем. Сегодня трудно найти. Начинает где-то Кособока, там даже, я уж не говорю, Островский, там, Пархоменко, это вообще. Вот они, эритики где, рядом, свои священники. О нем я сегодня ничего вот такого резкого сказать не могу. Я принял многое, что не от него принял, это мое. Он как будто мои труды считал. Все это упоминает жижу. Интересно, как научились. Их не трогают. У меня случайно одно слово пролетело, и сразу говорит, пол бы стукнули. Знаете, что... Заменять надо слова. Да, заменять надо, но, видишь, я не приспособлен к этому. Не хватает тему. Я кое-что говорю, а когда выключаю, тогда с ним отдельно поговорю, выведу где-то, не под запись. А тогда ты говори это все. Или если я говорю открыто, отдаю весь материал, ко мне ставить я не буду. Я очень ценю то, что имею. Предупредили один раз. Зачем? Будет не по-моему. Я тоже так делаю. Вы смотрите, двоих предупредили. Никак. Они понимают, заблокировать его, и все. Он несет именно то, что не надо людям даже знать и настраиваться на это. И ваши действия, когда вы принимаете так строго, это мне по сердцу. Что вы не тряпка, серьезно все воспринимаете. Вот об этом человеке, не зная его фамилии, достоверно не знаком с его положением, он сказал, что дети там сколько, как это у него есть. Там шестеро, кажется, детей у него заботятся. Ну, это никак не влияет на то, что он говорил. Но отрицать, обвинять, что я его советую послушать, вреда никакого не будет. Ты знаешь, что не православный, и тебя никуда не отталкивает. Тебя, ну, в интернете просто редко встречаешь, чтобы так четко, ясно он говорил о любви к Богу. Что освободить душу надо для молитвы. А ночной молитвы, говорит, это не просто так. И он говорит так, что я даже поверил, что он такой и есть. Он не просто призывает, а он и живет этим. Иначе, я думаю, мне бы не проникло это так. Но без бороды он сразу отталкивает и показывает это. Мне папа римский без бороды даже неприятно смотреть. Я не могу скрыть это. Почему? Потому что он восстает против физиологии, которую создал человек. Человека Бог создал. И вот поэтому. Вот так. И поэтому я не оправдываюсь, а говорю. Он говорит, очень много полезное. Какой процент, не знаю, но больше половины это определенно. Сегодня встретить неправославного, он, кажется, там захватывает вознесение церкви. Здесь я пропустил, может быть. Ну, восхищение-то. Ну, это ясно, что не так. А что он говорит на сегодняшний день, настаивает. Это и Ефрем Сирин об этом говорил, мы считаем у других, и Полита римского, Папия, это многие. Особенно у нас с Омгенадием Фастом составлено откровение. Это все сходится. Но не все, а то, о чем он говорил. Вот такое дело. Да. В этом ролике он про вознесение церкви как раз-таки ничего не сказал такого. Я не помню. Он даже сказал так, что говорит, пусть и не надеются, что-то такое. Даже пусть не надеются. Те, кто думает, что вознесется, пусть на это не надеются. Господь говорит, своих забирает через смерть. То есть, они умирают, и вот забрали. И, в принципе, правильно сказал. Вот это вот удивительно, что у него везде этот хилиазм, церковь вознесется. Все секты поражены этим. Все, какие я знаю. Начиная с баптистов. Всех течений. А это говорит так, значит, он не с ними. Хотя восхищение церкви, я с одним, не с одним, а, ну, я, может, слышали, рассказывал, это какая-то там, баррикадная, кажется, 47, в городе Фрунзе, теперь Бишкек. Там наш брат Павел жил, он тогда таким не был, и у него собирались баптисты, отделенные, это хорошие люди, очень хорошие. Ну, и беседовали, все вопросы, интересно, по всем вопросам, которые поднимали, они согласились, что мы правы. Бог не требует служения рук человеческих. 17, кажется, там 30, считаем, где деяния. Сразу согласились, а ребята молодые, там, Кошнарщук, Кошнарщук фамилия их, здоровые такие, крепкие, ну, видно, не пьющие, вот, а их отец, Иван Данилович, а жены не было его, а она пришла попозже, заходя там, я встретил, проходите, сестра, тут мы поговорим, сестра во Христе, она только увидела, сразу, Бог не требует служения рук человеческих, они, мам, мы только сейчас говорили, не надо, мы не правы здесь, речь идет не об этом, что крестное знамение, не требует служения, а для себя работать и требует, он не мог, по-моему, запрещать, то, что нет, они первый раз слышат о Христе, и как он мог запрещать, там, они идолы строили, капище, вот о чем речь, так и здесь, как, и что дальше будет, этому человеку открыто, что церковь будет страдать, это такая редкость, так, прямо удивление, к слову сказать, сегодня я встретил, мою, кому как отмечать, украшать там вокруг храма-то, я там поправки сделал, какие, разукрасил, и там говорю, всегда и всем настаиваю, как-то вы можете это делать, что букву Е превратили в Е, где она требуется, не Е, а Е, днем, не днем написано, с чего она в опалу такую впала, как Александр Александрович Соженицын, когда брали у него благословение на издание всех трудов, он только одно условие поставил, все Е превратить в Е, я так говорю, вы сможете сделать наш круг, чтобы это знали, и выставляют когда, чтобы Е ставили везде, и так по маленькому тоже вернем опальную букву, а иностранцы, я понимаю, что Е и Е не надо, пусть Е будет, это для иностранцев, потому что им никогда не изучить русский язык, он никогда не, если он не жил в России, ему все буквы не запомнить, вот поэтому мы узнаем, как русского шпиона, выходит у столета, и ширинку застегивает, и поэтому определили, что это русский, а он говорит, да что, я должен был с расстегнутой ходить, ну вот такое дело, пока тему это оставите открытой, разузнает все остальное, и мы с ним поработаем, и тогда будет видно, какие будут изменения, раз он Библию признает, я готов начать с ним беседовать, а вы со своей стороны пригласите, такого человека нельзя бросать, видно, что он не исхудавший, ну и можно разговаривать. Вот самое лучшее приглашение, это как раз таки ролик, вот этот мы и сбросим ему, что ради него мы побеседовали. Ну да, побеседовали, я не говорю о внешности Бриты, а остальное-то, он заставляет задуматься очень крепко, о чем и мы говорим, а он представь себе, сколько у него там посмотрел роликов, да еще по плейлистам, он работает, откуда он приехал и когда, и откуда он русский язык знает так хорошо, вот это тоже где-то был с русскими, там он по-русски говорит? Да, 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 да. Вот такой мой ответ пока, потому что другого я не знаю, не считал, не беседовал, я не дворкин, чтобы сразу или не стерликов, или тихо сказать, я никогда этого не говорю, не знаю, я беру только хорошее, а хорошее, оно всегда хорошее, и никому оно хорошее не помешает. Хорошее принадлежит Богу. Да, благословит Господь его, чтобы этого хорошего было еще больше. Аминь. Так, Игнат Тихонович, тогда следующий будет вопрос, сейчас перезайду. Давай. Продолжение следует...